Танго после заката. Спектакль на музыку Астра Пьецолы привёз на чеховский фестиваль Херман Карнеха, аргентинский хореограф и лучший в мире исполнитель танго. О самом страстном танце Валерия Кудрявцева. Когда-то эти знаменитые в Аргентине мастера танго думали, что танцевать на веранде небоскрёба в Буэнос-Айресе самое экстремальное в их карьере. Но куда более сложным оказалось не танцевать совсем. Из-за пандемии они не выходили на сцену больше года. Получив приглашение чеховского фестиваля выступить в Москве, готовы были преодолеть любые трудности. Танцевать начали уже в аэропорту, после почти суток перелёта. Это была очень долгая дорога. Наши страны находятся в разных частях мира. Из-за коронавируса было много сложностей. Сейчас из-за пандемии все театры в Аргентине закрыты. И мы просто счастливы, что смогли сюда попасть и показать наше искусство. На репетиции совсем немного времени. Освоиться, ещё раз пройти все элементы, справиться со сменой часовых поясов. Херман Карнехо и его команда начали создавать танго после заката в 2015-м, ещё до того, как стали чемпионами мира по танго. Карнехо мечтал сделать спектакль на музыку Пьецолы, знаменитого аргентинского композитора, который открыл танго заново для всего мира. Пьецола позволяет нам импровизировать, добавлять некоторые элементы. У него есть особенный ритм. Пьецола. Рояль, скрипка, гитара, контрабас, ударные, клавишные. И, конечно, король танго, старинный красавец Бандонеон. Я не умею играть на Бандонеоне, но могу вам немножечко объяснить, как он устроен. У Бандонеона есть две клавиатуры, два набора кнопок. На Бандонеоне ноты распределены так, как если бы их распределял шизофреник. То есть идет не до рэми, а полная смесь. Вот такая. В этом спектакле Бандонеонов два. Один настоящий в оркестре, другой бутафорский. Танцоры используют его для большей выразительности образа. 27 номеров под музыку Великого Астера, 27 историй о любви и страсти, о ревности и нежности, о ссорах и хрупком мире, о доверии и о том, что бывает, когда третий лишний. Откровенные взгляды, невероятный ритм, отточенность и синхронность движений. Пять пар танцоров и целый мир танго. Я начал танцевать танго, когда мне было 9 лет. Мои родители танцевали танго, моя бабушка с дедушкой тоже. Но мы современные люди и танцуем современное танго 21 века. При том, что очень уважаем базу, классический подход, мы словно спеццель добавляем что-то из своей жизни, переживаний и делаем танец современным. Кроме танца и музыки, танго после заката это еще и живой вокал Хисуса Идальго и Антонеллы Серильо. Антонелла певица, композитор, финалистка шоу «Голос» в Аргентине, а еще полиглот. Керман всегда просит меня выучить хотя бы несколько слов на языке той страны, где мы выступаем, чтобы приветствовать публику. Страсть, меланхолия, но также веселье и радость. Танго после заката – спектакль-фантазия с элементами современного танца, классического балета, джаза. В нем много труда, воображения и души. И счастье от живой встречи со зрителем. Валерия Кудрявцева, Александр Кубасов, Новости культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин